Очень много спортсменов. Вот хотели здесь и сейчас, они не хотели работать, они не видели перспективы. И к ним приходили бандиты и говорили, дружок, надо там тому-то морду набить. Да, шли и били морды. Потому что изо дня в день у них просто не было другой возможности где-то пойти и поработать. Гораздо проще пойти в метро лопатник отнять, понимаете? И это же сравнение. В чью сторону? Вот тот человек раз и сломался. Но ведь это же неправильно. Каждый будет решать и волен решать. Только сам. На вашем уровне, будучи депутатом, может быть вы как-то поможете этим людям действительно, которые попадают в эту ситуацию? Я могу сказать, что есть у меня опыт, в том числе попыток помогать таким людям. Но у нас есть еще и все-таки закон, я считаю, справедливый, который исключает, так сказать, конфликт интересов. Поэтому мы, будучи избранниками, депутатами, не имеем права воздействовать на те приговоры, которые уже были вынесены. Решение суда не может быть обжаловано. Нет, оно может быть дополнительно в результате возникших обстоятельств, по вашему ходатайству дорассмотрено. Но само решение. Или если следствие уже ведется, то вам очень сложно в каком-то ключе на него воздействовать. Понимаете? Разве что путем привлечения общественности, журналистов, каким-то еще образом. Но это все должно быть в рамках закона. Я с этим столкнулся. Я это увидел, что далеко не всегда эти возможности можно использовать на всю катушку. Потому что люди в чем-то тоже или заинтересованы, или, может быть, зависимы. И по самой практике даже прохождение того судебного процесса, который разворачивался у меня перед глазами, я видел, что очевидные факты просто-напросто не брались к рассмотрению. Просто игнорировались. И в итоге человек шел в тюрьму. Пускай ему срок, который запрашивал обвинение, давали меньше, но он шел. Хотя практически точно ясно, что в его случае была подтасовка тактов, подброс наркотиков. И это просто заказная история. Получается, что любой человек, это то, что-то поговорка от суммы до тюрьмы, не зарекайся. Не зарекайся. То есть в любой момент ты можешь кому-то не понравиться, или тебя легко можно посадить по подлогу, по еще чему-то, кого-то попросить что-то написать. Легко или нелегко, вот этот вопрос. Легко или нелегко. Видите, как там, с тем же Вышинским, что произошло. Казалось, что легко. В итоге, когда это дело вышло за рамки, приобрело политический оттенок, пришлось отыграть назад. А по сути, если бы так не случилось, сидел бы он до сих пор. Знаете, я понимаю прекрасно, что это не происходит сплошь и рядом. Но я не хочу отдельно говорить, что это происходит только у нас. Я Вам могу рассказать другие истории из других стран. Происходит ровно то же самое. То есть, когда машина на Вас есть заказ, то берегнитесь, как говорится. Очень сложно уберечься, потому что у каждого человека есть слабости. И рано или поздно именно на его слабости этого человека будут подлавливать. Получается, что сейчас время святых. То есть, особенно, если человек идет в политику. Где будет когда время святых? Зачем так говорить? Я имею в виду, что сейчас, когда есть интернет, видеокамеры, когда за человеком можно следить, даже вот мы разговариваем, а может быть, кто-то сейчас за нами слушает. Без проблем. Да, я имею в виду, что особенно человек, который идет в политику, он должен быть святым, потому что если он даже что-то сказал, если он что-то сделал, его могут подслушать, увидеть, подглядеть. Я не отказываюсь от того, что человек должен быть действительно в определенной степени достойным. Но про святого у нас может разное понятие святости. Вообще, святой человек в политику никогда не пойдет. Это не то поле, куда ходят святые. Ну, а как это? Это святой человек, это человек, которого эта скверна мира не должна касаться. Он не должен находиться много среди людей, потому что люди разные. И они явно не святые вокруг, и вариант запачкаться огромен. Потому что я же тоже прекрасно понимаю, что если вас захотят качественно облить грязью, это сделают обязательно. То есть, причем ваши поступки, да просто о них никто ничего не скажет. А сегодня, когда одним кликом вы можете дать информацию миллионам, вы никогда не сможете лично, если вы святой, этим миллионам объяснить, что, извините, все наоборот. Да, и люди верят именно плохому всегда. Я с этим столкнулся. Ну, не всегда, но люди склонны верить плохому. Они с радостью. А нынешнее поколение людей, они просто даже, бывает, не читая новости, сразу ее рассылают в остальных. Это поветрие времени. Ужасное. Никто не проверяет информацию ее моментально. Она, знаете, как сетевая реклама. Она расходится моментально. Моментально. И с этим очень сложно что-либо поделать, потому что работает интернет, и работает та схема, которую выстраивали, мир выстраивал много лет, и вот эти вот штуки, они там участвуют. Дело в том, что это, ну, конечно, нам рассказывают, что они для удобства и действительно некоторые вещи с помощью смартфона очень удобно осуществлять. но приобретая мобильный телефон, человек должен понимать, что он теряет идентичность, личное пространство. И с этого момента просто происходит отчет, когда он, наконец, захочет завести свою страничку в социальной сети, он будет в итоге хранить в облаке какие-то данные. У него будет бесконечная какая-то переписка, хоть с одним человеком, но будет. Это все будет в цифровом виде, везде с казино. И сегодня, если там, ну, условно, вчера, может быть, позавчера, для того, чтобы собрать о вас информацию, нужно было бы обращаться или в какие-то официальные центры информации, которые находятся в большей степени в государственных структурах, да, различных, то сегодня этого делать не нужно. Сегодня вы можете просто-напросто просканировать человека в течение одного дня. Вы практически сразу и точно, если имеете необходимые знания, составите его психологический портрет и круг интересов, и круг его знакомств. Потому что если кто-то думает, что он пишет в закрытую сеть, он так ошибается. Или он думает, что очередной мессенджер, который якобы там не отдает ключи, будем про Россию говорить, там ФСБ, или еще кому-то, что он закрыт, не смешите меня. Нет, ну, другой вопрос, а зачем, вот я, например, про себя думаю, а что мне скрывать? Ну, прямо, ну, зачем я буду что-то скрывать? Если бы человек преступник, да, то ему есть что скрывать. Я, простите, вас перебью. Вам нечего скрывать, и, как прочее, мне особо нечего. Хотя мне приходится что-то скрывать. Знаете почему? Потому что я знаю, что на вид совершенно безобидные вещи, которые кажутся человеку абсолютно безобидными, в моем случае могут быть использованы против меня. Понимаете? И, ну, это планета всех публичных людей. А то, что вам нечего скрывать, вам нравится ровно до той самой поры, пока какая-то структура не захотела бы использовать это ваше на мне нечего скрывать против вас. Ровно в тот миг, когда, там, не знаю, персональные данные, личная информация будет использована против вас, вам это жутко не понравится. Вы будете кричать о своих правах, жутко топать ногами, но, простите, все уже будет. Да, да, да. Не, ну это особенно, как-то, может быть, даже страшно, когда чиновники, депутаты, если за вами наблюдают какие-то там, не знаю, СБУ или там ФБР... Ну пусть наблюдают. То есть, а вы переписываетесь о важных каких-то государственных делах, и это становится всем известно, не знаю, тут как-то действительно... У меня-то такие не столь государственные важности дела, поэтому, может быть, я спокоен. В данном случае, если мы покупаем телефон, и он просматривается, прослеживается, это действительно такая серьезная какая-то вещь, которая может быть, ну, то, что называется государственная тайна, может становиться явной для кого-то, для наших, там, не знаю, там... Для государственных тайн существует отдельно взятая сеть, отдельно взятые уфломы провода, которым спецнургы всего мира хотят подключиться. Как это было в Берлине, если вы помните. То есть, наше посольство прослушивали американские спецслужбы, и благодаря очень глубоко законспирированному, соответственно, агенту удалось это узнать. Но, кстати, наши не отставали. Наши не отставали. Ровно то же самое делали в отношении, там, американцев. То есть, та часть, которая должна быть строго засекречена, она храняется гораздо более крепко, нежели наши с вами селефоны. Вы верите в закон бумеранга, что если человек сделал что-то плохое, ему обязательно это вернется... То есть, получается, когда человек... Это самый неподходящий момент. Да, то есть, получается, когда человек идет за легкой наживой на какое-то преступление, или когда у кого-то что-то там бьет, отбивает, ему это бумерангом потом вернется. Сто процентов. Отлично. Причем он пролетит в той, может быть, та же область, которая будет с теми поступками не вязаться. Тогда из этой же логики следует, что если человек, наоборот, будет стараться стремиться и помогать кому-то, то ему эта бумеранга вернется как раз, когда ему будет необходимо с положительной точки зрения, и поможет... Он даже забудет о том добре, которое сделал. Вообще, по-хорошему о добре надо забывать. Там, кто делает, только... Я думаю, что забывать... Ну, как я думаю, что если я кому-то делаю добро, то я... Сделал и пошел дальше. Нет, нет, у меня другая логика. Если я кому-то сделал добро, то я должен быть благодарен тому человеку, который позволил мне сделать это добро. То есть я ему должен... Это философия. Да, это философия, но мне почему-то я вот так для себя решил делать. Это не о том, что я говорю. Вы говорите о других вещах. Ну, возможно. Безусловно, вы можете благодарны быть, и он недавно прекрасную песню спел. Там в части лидер группы Любэн Николай Расторгуев просит, или Моллисон, за своих врагов, которые его там не убили, чему-то в итоге научили. Я все сейчас отдам За моих врагов Кто глаза в глаза Все сказать готов Кто в бою со мной Не жалел коней Кто не поглупит Силу нас сильней Да, я тоже обратил внимание в жизни, что враги, они на самом-то деле самые лучшие учителя и самые лучшие друзья, на самом деле. Так это жизнь. Мы с вами философию глубокую ходим, но Теплица ничего человеку не дает, кроме изношенного ему деда. Точнее, его отсутствие. Только прилетел снежок или камень, разбил окно, все, вы замерзли. А история из бокса, ведь это такой кровавый вид спорта, кровь постоянно на ринге. Не столько там крови-то. Конечно, кровавая, но больно. Ну, так мало того, что больно. Некоторые вот... Есть место всем чувствам человека. Ну, вот и некоторые люди в боксе профессионалы, я имею в виду рефери, и все, что это вокруг, вот эти вот ставки. Им нужна зрелищность, чтобы люди смотрели, приходили, им нужна зрелищность. И ради этого некоторые спортсмены получали травмы на всю жизнь, очень тяжелые. Да, но они делали этот выбор. Ну да, может быть, тренера за них делали. А вот эта история по поводу Формана. Вы знаете, что он стал чемпионом мира, потом его победил Али, и он ушел на 10 лет, стал священником, а потом через 10 лет вернулся и опять стал чемпионом мира. Он дрался с Майклом Морером и победил его. Да. На кого-то? В 9 раунде? Да. Восьмой раунд. Мухаммед Али выбрасывает несколько точных ударов, но затем вновь уходит к канатам. Форман пытается что-то сделать, но он уже не принадлежит сам себе. Он находится во власти человека, который провозгласил себя величайшим, но затем на ринге подтверждал свои слова делом. Джордж Форман и в этом бою он старается действовать очень трезво и расчетливо. Не гоняясь за мимолетным успехом. Он силен, он определенно самый сильный оппонент из всех, с кем я дрался именно в плане мощи. Даже среди публики еще мало кто понимает, что происходит. Вот так Джордж Форман сделал то, что задумал еще до боя. А что вы еще скажете о том, что в боксе, в том числе, и не только в боксе, когда все люди делают ставки на кого-то одного, то он проигрывает. Такая случайность. Иногда это не случайность. Потому вы можете в футболе это увидеть. Да, это везде, да. Это в хоккее очень развито. Огромная система темных историй, связанных. Но, кстати, хочу вам, хочу вас заверить и тех, кто будет нас слушать, с бойцами этого практически не происходит. То есть, уговорить бойца на то, чтобы он сознательно проиграл бой, все лежит в области скорее воздействия сунги, рейфери там где-то чуть-чуть. Но в такую грязную историю, как правило, сами бойцы не вовлекались. Какую книгу вы посоветуете почитать? Которая бы на вас произвела впечатление? Я просто задаю их достаточно часто. Я, кстати, и вашу книгу пытался найти, ее нигде нет, ее невозможно купить. Пора переиздать. Теперь стало пиво и ограничить. На самом деле, она хорошая, но на сегодняшний день она уже достаточно так, по-детски. Я бы ее уже по-другому писал. Пора. Но я не хочу обидеть своего соавтора Осипова Константина, который работал над этой книгой. И надо сказать, что на момент ее выхода мы сумели стать как это в России назвали? Бестселлером. Бестселлером. И АСТ перепродавал, судя по всему, тираж, как это многие делают, миллион там раз, каждый раз писали 3000 экземпляров. Это 3000 экземпляров растянулось лет на 10. Ну, ладно. Это фиг совести. А значит, книги. Ну, что, книги у каждого возраста во-первых, свои. Если бы перед вами сидел там Коля Валуев, которому лет не знаю, 8-7 нет, всем-то вряд ли. Может быть, 9-10. Я бы посоветовал Маули читать. что-нибудь или капитана Блага. Мюнхгаузен. 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 ну, Мюнхгаузен. Не, Мюнхгаузен я не читал. Наши мультфильмы были настолько красноречивы, кстати, я уже тогда понимал, но понимал, пересматривая не раз этот фильм, тот самый Мюнхгаузен. Мы выстрелили, ударили с фланга. Я повел этот драгун через трясину, но мой конь оступился, мы стали тонуть. Положение было отчаянным. Нужно было выбирать одно из двух, погибнуть или как-то спастись. Ну, что же вы выбрали? Я решил спастись. Ну, как? Ни веревки, ни шеста, ничего. Тут меня осенило. Голова, голова от себя под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волос и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная, а голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота вместе с конем. Взрослел вместе с этим фильмом. То есть, есть фильмы советского кинематографа, с которыми я взрослел. То есть, я их пересматривал, снимал, заново и опять потом смотрел. И это интересно, на самом деле. Это достаточно интересно. Возвращаясь к книгам, каждому возрасту своя книга просто все зависит от восприятия того, кто, зачем, какую книгу возьмет. Вот я взялся сейчас прочитать «Тихий дом». У Шолохова удивительный язык. Но читать его интересно. Особенно, как он передает в принципе, что он там и передает отношения между людьми очень глубокие. Чему эта книга вас научила? Что у вас вот такое? Какой-то вот... А еще я пока не научил, я не почитал. Начал. Я никогда не читал эту книгу. Интересно читать, что Шолохов, он говорит на высоком языке, но одновременно на языке тех людей, которые там, тогда жили. А вы следите сейчас за боксом? Кто сейчас у нас лидер вот в России или в мире следите за реалиями боксов? Супертяжелый сейчас вес это, конечно, Джошуа Фьюри. Между ними должен был состояться поединок, который перенесли и в итоге он надолго перенесется, потому что теперь у них там появились добровольные защиты, пока они там схлестнутся за абсолютку, наверное, время прилично пройдет. За это время Саня Поветкин должен будет второй раз подраться со своим соперником, с которым вот они нам ничью отбоксировали. Итак, поединок Александра Поветкина против вот этого молодого человека Майкла Хантера нам предстоит сейчас посмотреть. Хантера уже представил ринг-анонсер этого вечера, но и вот Поветкин на наших экранах. Пока в супертяжелом весовом дивизионе в России сильнее Саня Поветкина нет, молодые подрастают, пока рано не говорить. Очень тяжелый поединок. Не надо толкаться, не надо. Здорово! Левый сбок и левый боковой. Глубочайший нокаут, глубочайший. Десятый раунд. А кого вы можете назвать великим боксером в мире? В СССР в России, в мире? Великий боксер, в моем понимании, это человек, не только много сделавший для бокса, великих много. Великих спортсменов, боксеров, очень и очень много. Ну вот допустим Тайсон, он великий, но при этом он уголовник, как ни крути. Может быть уголовник великим? А не надо говорить о Тайсоне как уголовнике. О Тайсоне надо говорить, что благодаря его тренеру Касу Дамата в мире боксов появился новый стиль. Вот что. То есть именно Тайсон перевел бокс на рельсы такие более современные и он доказал, что и низкорослый супертяжеловес способен убирать достаточно мощных за 110, а то и 120 килограмм соперников за счет того стиля, который ему Кас Дамата дал. Это маятник автоматик маятник. Да, маятник. То есть на него этот маятник он где-то присутствовал в других дивизионах, но о нем как о стиле не говорилось. И благодаря Майку Тайсоне все узнали этот стиль. В этом его величие. То есть все-таки это как большой высококухонник, когда появляется извините салат оливье это событие. Ну да, да, и поэтому о Майке Тайсоне говорят как о боксере великом. О Лене Ксельюисе говорят гораздо меньше, чем у Майки Тайсоне. А почему? Лене Ксельюис гораздо более и больше количество раз. И будучи еще достаточно долгое время абсолютным чемпионом мира, то есть его заслуги как бы чисто спортивные выше, чем у Майка Тайсона. И победил он того же самого Майка Тайсона. Неожиданно в восьмом раунде Лене Ксельюис как будто выключился из боя и даже позволил сопернику провести несколько вялых атак. На большее Тайсон уже был не способен. Но затем стало ясно, что Льюис не выключился. Соперник был у него в руках. Он просто ждал подходящий момент. Но о нем говорят меньше, потому что с Леноксом Льюисом не связывают каких-либо вселенских всемирных масштабов скандалов, о которых говорил каждый. Откусив полуха, ну там тщательно, какую-то часть уха Холлифилда, Майк Тайсон шагнул так же в бессмертии, потому что об этом не говорит только Ленивый. Первый раз Майк Тайсон удается провести свой джеб левой прямой. Что такое? Пардон, конечно, неужели он его укусил? Он не укусил? Майк Тайсон как-то написал, и я не буду или опровергать, или подтверждать, то, что выйдя из тюрьмы, он обнаружил свой счет пустынь. Да, да, был такой. Значит, ну, во-первых, это все-таки в большей степени его заслуга, но были те, кто ему это помог сделать. Дон Кинг. Возможно, и Дон Кинг. Дон Кинг у нас есть, как бы, личное общение. Человек, которому не надо давать даже миллиметра пальца, он съест вашу руку, это надо понимать прекрасно. Это деньги. Ну да, никуда это деньги, что нужно зарабатывать. Майка раскручивали на его недостатках и слабостях. Это те деньги, а на тот момент он был единственным в мире спортсмен, который заработал столь большую сумму. Да, сейчас там Майвейзер его переплюнул, там, и другие. Но смотрите, что делает Майвейзер. Он свой менеджмент таким образом устроил, что его назвали золотой, как Оскар Далахоя выстроил свой менеджмент, основав свою очень успешную боксерскую, промоутерскую компанию. А Флойд зарабатывает еще не меньше деньги на рекламу. Так что все зависит от человека. У Майка Тайсона такой возможности или не было, или он не хотел. Ну вот этот последний его бой с Льюисом какой-то странный. Он как-то такое ощущение, что он просто перестал тренироваться как-то. Ну как-то он приседал, как-то ничего не было. Куда-то он пропал. Все-таки как это происходило, мы с вами давайте обсуждать не будем. Потому что Ленах с Льюис на расслабоне, когда приехал в Южную Африку драться с Хасимом Рахманом, который был на тот момент претендентом обязательно. Хасим Рахман на полчера у Ленокса Льюиса. Менее минуты до конца раунда Рахман выбрасывает серию джебов. Ленокс уходит от атаки и на его лице появляется легкая ухмылка, которую Рахман тут же стирает мощным ударом справа. Ленокс буквально обрушивается на настил ринга и даже в тот момент, когда счет рефери уже закончен, он едва держится на ногах. Поединок, который многие, в том числе и сам Льюис считали формальностью перед боем с Тайсоном, стал апсетом года и нокаутом года. Великие боксеры у нас или у них кто еще кроме Майка Тайсона? Ну это понятно. А еще современные современные есть ли такие сейчас? Ну вот которые сейчас отрезать, тогда я что-то скажу. Ну хорошо, начиная с 90-х. Ну Арчи Мур это не 25-й год это Арчи Мур это ну да, да, согласен. не, ну хорошо, с 2000-х. Все-таки Флойд Мэйвезер Мэйни Пакьял В свое время очень многое выговаривали там братьям Кличко вот что однотипный бокс неинтересный и скучный якобы, да? Ну только посчитайте чемпионские титулы братьям Кличко и где те, кто это все говорит. Ну это советская школа, советскую школу всегда ругали. соперники падали? Да. Падали. Как это, что этому пришествовало? Никто уже не вспомнит, не вспомнит, победителей не судят, понимаете? И просто-напросто они известны тем, что из раза в раз свой промоушен выстраивали как машины, ну практически не украинские, а немецкие, да? Потому что по сути они там в Германии обрели основные условия известности. И это было все срегистировано, спланировано, сделано все для того, чтобы не был неучтенным ни один фактор, который бы позволил им проиграть или победить. История подготовки матча Нурмагомедов с ирландцем Магрегор она в большей степени была раскручена, потому что все-таки судя по всему, просто если бы Магрегор ввел себя прилично, то они просто бы собрали меньшую сумму, а Нурмагомедов все равно бы его задушил. Вы увидели этого труса в автобусе, я все это время рос, а он просто сидел и боялся выйти. Я хочу побить этого маленького придурка. Дом был моим фанатом, он покупал мои майки. Помнишь, ты был моим фанатом? Я забил в его карьеру последний гвоздь в крышку гроба. Я просто раздавлю этого парня. Ну давай, разбей меня. Да, я могу тебя раздавить. Я прям перед тобой, давай. один единственный скандал, о котором будут говорить, я уже не знаю сколько лет. Это пришло уже в другие виды спорта. Этим занимаются, а все это опять же вот отсюда. Скандал сегодня ассоциируется у людей с деньгами, с известностью, в социальных сетях, чтобы хоть лишние там сто человек подписались на прокомментировать что-то там написать. Это целая история, но в случае спортсменов это деньги, это холодная расчетливая работа. да, может кто-то верит. Это примерно как верить, словно между там, не знаю, Черкоровым и Басковым существует личная неприязнь. Я смеюсь над этим. Я видел, как они общаются за кулисами. Но это работает. Но раньше, да, кстати, я помню, была передача давно, когда звезды в ринге дрались, потом почему-то ее закрыли, а это тоже такой элемент шоу. Прекрасный был, кстати, проект. В третьем бою сегодняшнего вечера Валдис Кувалдис Пельш Пьер Нарцисс! Поехали! Кстати, маленькая тропометрическая справка. У кого из них длиннее руки? Сразу скажите. У Пельш Но у Нарцисса хорошая память. Копцев сказал мне после четырех тренировок, что Нарцисс научился бить как конь копыта. Не очень технично, но очень решительно. Стоп! 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 Очень размашисто правильно. Открытые перчатки бьет. Ребята, боксируем, а не деремся. Не бьем ниже пояса. Осторожней головой. Желаю вам удачи. Приветствуйте и по углам. Бокс! И гурины! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Я совершенно согласен с организаторами любого шоу, везде нужно искать какую-то интересную подачу информации, контента в том числе. Но надо понимать, что нужно быть разнообразным. А видите какая штука? Велосипед уже давно изобретен. Нет. Она уходит в цифровое пространство. Хоть мы этого не хотим. С этим надо жить, идти в ногу или отставать. Это, опять же, это решение каждого. Но мое глубокое убеждение, что не за счет гадости. Нет, ну понимаете, действительно, они придумывают гадости. Но можно же, в конце концов, если у тебя нет такой возможности самому придумать, найми людей. Есть же сейчас много креативных людей в том же интернете. Нет, смотри, смотри, о чем я говорю. Я говорю о том, что, например, я сейчас вспомнил футболиста. Он турок. И он, значит, когда он получил гонорар, он в своем родном небольшом городке вытащил из долговой тюрьмы своих односельчан, даже не родственников. И об этом тоже все рассказали. Он сделал очень хороший, благородный поступок. И об этом все тоже рассказали. То есть можно придумать интересные, хорошие какие-то поступки, которые бы поднимали того же Тайсона, если бы он не занимался этой ерундой, а если бы он сделал что-то другое, что-то положительное. Это можно тоже придумать. О нем бы еще лучше вспоминали, еще лучше бы говорили. А что вы скажете на то, что вот если мы берем борьбу, то там всегда Кавказцы вот на первом месте. Если мы берем... Борьба? Да. Ну, слушайте, если... Что же вы хотели, если в этом в целом регионе все сконцентрировано вокруг борьбы? Да, хорошо. А если взять вообще срез по спорту, неважно, там даже футбол, баскетбол, бокс, там негры. Всегда лучше первые места у негров. Почему-то мне вот так кажется, что вот если мы говорим там Тайсон, Мур, там Мур, Фрейзер, они же все негры. Огромное количество белокожих, если мы говорим. Сейчас вообще, будьте аккуратнее, там у них сейчас буза в Соединенных Штатах. Да, да, да. А все американцы. Не обижайтесь. Не, ну мы... Не, ну негры это... Нет, это в Америке так, а у нас... Ну, на мой взгляд, как бы, если говорят, там, ну, чернокожий человек. Ну, негр даже, что-нибудь такого. Я если делокожим не обижаюсь, я не обижусь, что-то такого. Ну, в общем... Ну, удивительно, они, да, одного негра полицейский убил, и там просто такая невероятная история. Все негры вышли. На статую Вашингтона сначала нацепили там американский флаг, который подожгли, ну, а потом снесли и сам памятник за то, что Вашингтон был одним из рабовладельцев. Агрессивные молодчики накидывают на монумент цепи и веревки. Изо всех сил пытаются его свалить. Кто вы такие? Почему вы это делаете? Мы это делаем, потому что эта чертова статуя посвящена конфедератам. Понятно? Нам не нужна эта дрянь в нашей стране. Мы от нее избавляемся. И чтобы вы приведете на киеве, потому что у вас есть прихиевский флаг. Если вы видите, что у них есть прихиевский флаг, то это показывает solidарь в ситуации. И если вы просто подожди, пожалуйста, за ваш прихиевский флаг? Просто подожди? Я не знаю, я думаю, что это правильный момент, потому что это большая. Это большая. Это большая, в этом стране. Я не знаю, я не знаю, что это. И требует там, и требует. Вы говорите, там вышли не только чернокожие, там полно народу, которые в принципе вышли. И вообще эта ситуация, она касается не конкретно данного случая. Это глубинные проблемы вообще общества американского. И тут мы с вами тоже можем на целый час... Нет, а у нас это возможно? У нас? Да. В меньшей степени. Благодаря, опять же, Советскому Союзу, но если мы с вами глубоко взглянем в историю и будем абсолютно честны перед историей, то это политика сдерживания, компромиссов, уступок и показания сил. То есть, в принципе, Кавказ, это не просто возможность взять и уговорить. Потому что в целом Кавказу еще Российская империя, а потом уже Советский Союз. Всегда показывала как бы и кнут, и пряник. Почему? Потому что есть особенность региона, с которой надо считаться. И я безмерно радуюсь, если встречаю действительно развитых, по-настоящему интересных людей, выходцев с Кавказа. Я таковых знаю и очень рад и обогащен моими с ними общениями. Ваш же тренер был? Может, в армянинках, в праве считается его так. Да. Дело в том, что вопрос, который вы затронули, в ключе происходящего в Америке, возможно ли это в России? Конечно, возможно. А знаете почему? Потому что это было практически стало реальностью во время правления Ельцина. Когда были чеченские воины? Да. И это стало возможным благодаря тому, что национальные карты и национальные вопросы даже звучат во всех, ну, как бы, уж точно в доктрине наших условных злопыхателей, которые знают, что именно эту карту нужно разыгрывать. Именно эти карты были разыграны во время развала Советского Союза. Нагорный Карабах, помните, да? Да, да, да. Грузия, соответственно, вот до недавнего времени, что происходило в 2008 году, то же самое, национальная карта. Я могу сказать, что даже в моем любимом благополучном Татарстане вовсю наслаждалась тоже история очень неприятная. И они, в принципе, знаете как, разыгрываются на несоответствии какого-то исторического понимания народов, населяющих, в том числе, Кавказ. И якобы несоответствия религии. Хотя просто по-настоящему священное писание, как, впрочем, Коран, Библию, многие просто не читали. Они не знают даже, о чем речь. Совершенно. Люди манипулируют откровенно. Тут вот это, наверное, удержание вот этого хрупкого равновесия, это очень тяжелая, мощная работа. И чем отличается от нас Америка в этом плане, я вам скажу. Глубинное отличие того, что Америка – это народы, ну, в целом народы. Их немного, но народности, пришедшие на континент, когда там жило кояное население, которое было практически поголовно истреблено. И даже при том, что у Штатов есть свои границы, никто не может себя ощущать и говорить о том, что вот это там условная граница моего какого-то там государства 300 лет назад. Это молодая страна, которая единственную гражданскую войну на своей территории пережила, и все. А мы пережили с вами не одну и гражданскую войну, и уж сколько мы войн других пережили. Страшно вспомнить. Мы не так давно стояли на пороге гражданской войны, мы сумели с этим справиться, это было очень трудно. Вот поэтому история американских протестов нынешних не имеет никакого отношения к российской карте. То есть получается, что в любой момент можно качнуть этот маятник среди там мексиканцев, американцев и негров, и соответственно... Ну, понятно, что Мексика может предъявить за штат один. Самый крупный. Свои претензии, да, самый нефтяновостный. Естественно, знали, что отбирали, ну, вы понимаете. В нашем случае немножко другое. У нас есть народы, традиционные, исторически населявшие эти земли. И их историческая память другая. Но вот тут вопрос, вот, допустим, та же Чечня, у чеченских войск. Если они хотят жить сами по себе, может быть, вы живите там к своим государствам? Значит, возьмите пример бывшей страны Югославии, во что превратилась Косово, и что на сегодня, чем является Албамия? Ну, хорошо поймете. Ну, Албамия. Если вы хорошо знаете, ну, возьмите Косово. Это вроде как странатики. Непризнанное, но кем-то признанное. Просто загляните туда, и вы все поймете. А что там? Ну, это общий европейский центр преступности, рассылки везде, где только можно, наркоты, торговли органами, проституции и всего остального. Преступные группировки, состоящие из этнических албанцев, активно обживают Западную Европу. За последние годы албанские диаспоры значительно увеличились в Италии, Великобритании, Австрии, Германии, Швейцарии. В сфере так называемых деловых интересов пришельцев с Балкан прежде всего оказались подпольные поставки живого товара для итальянских борделей и, соответственно, получение прибыли от такого рода увеселительных заведений. Кроме этого, ветераны УЧК энергично вступили в конкурентную борьбу с итальянскими наркодилерами. В результате основные героиновые потоки в Италии теперь направляют албанские регулировщики. Ситуация на Балканах сегодня резко накалилась. Власти Сербии спешно стягивают войска к границам Косова в ответ на утренний рейд спецназа Непризнанной Республики. Бойцы косовской полиции под предлогом борьбы с криминалом вторглись сразу в четыре района, где проживают сербы. В ходе спецоперации активно применяли огнестрельное оружие, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержаны 28 человек. Большинство сотрудники местной полиции. Но самым вопиющим оказался арест российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. При задержании дипломат получил тяжелые травмы головы от удара прикладом. Сейчас россиянин уже на свободе. Он находится в больнице города Митровица. В Москве произошедшее назвали выпиющим актом. Откосовских властей требует официальных извинений и наказания виновных. И если вы когда спросили меня про Чечню, то у нее были все предпосылки в такую дыру превратиться. Просто поедьте в Чечню и посмотрите, что сейчас с ней стало. Смотрите на Грозный, посмотрите в каких домах живут чеченцы, какие у них дороги, какой у них спорт, посмотрите. И вы поймете, что лучше. Все-таки внутри России или пусть города, но в одиночестве. Просто может быть неприятно соседям наблюдать тем же ингушам, у которых нет такой роскоши. Вы можете взять некоторые регионы, любые, там Кабардино-Балкарии, там возьмите Осетию, ту же самую, хотя бы как бы. И просто обратитесь сначала, какие, я как бы знаю, какие туда идут деньги, как эти деньги, где оседает и зависает. И прежде чем кричать, что-то там, там, я не знаю, чего-то недодали, или как-то, говорите, внимания меньше. И вот это неправда. Вопрос о том, собственно говоря, кто местный Бабарин. Это Кавказ. И это относится абсолютно ко всем. Конечно. А потом пусть мы можем поговорить о благосостоянии рядовых граждан. Совет телезрителям, как правильно питаться, как правильно заниматься спортом. Сейчас, когда за 50? Я знаю, я знаю, я знаю. Поэтому... Ну, хотя, когда за 46? Вот как? На завтрак, во сколько, что вы едите, например, в обед, ужин, что вы можете посоветовать? Это давайте вам... За здоровьем вам к Малышевой, не знаю, а за питанием какого-нибудь шеф-повара, известному российскому. Главное, питайтесь раздельно, не переедайте. Что такое раздельно? А что такое раздельно? Не нужно кушать сложное блюдо. Что такое сложное блюдо? Сложно сочиненное блюдо. Ну, что это? К ним я отношу оливье, к примеру. Многих спортсменов недолюбливают футболистов, первое, за то, что они не знают гимна нашей страны. Вы знаете гимн нашей страны? Да. Ну, чуть-чуть скажите. Россия священная наша держава, Россия великая наша страна, и дальше потерь. Скажите, кто сильнее? У меня с детства мучает этот вопрос. Кто сильнее? Шварценеггер или Сталлоне? Кто бы кого побил? Ну, вы в детстве же думали, наверное, об этом. Он настолько глобален этот вопрос, что я даже не знаю, что он выглядит. Хорошо. Не знаю. Последний. Может быть, вам понравится? Не знаю, спрашивали, не спрашивали. И что? Ну, что есть такая версия. Ну, что раньше жили люди, люди жили, были Homo sapiens и Neandertal. И ученые по каким-то там раскопкам увидели, что они выглядят так, что в наших генах Homo sapiens и Neandertal стали совместные, но гены в каждом Homo sapiens есть Neandertal, которые потом каким-то образом показываются, ну, внутреннего обычно, но бывает и внешне. Вы об этом из теории знаете? Нет, я слышал, я интересуюсь вообще историей о том, что ученые предполагают о смешении двух параллельных ветвей человечества. Дело не в том, в ком живут гены. И как они проявляются, а просто в банальном незнании, скажем так, почему тот или иной человек выглядит таким образом. Проводя параллели между этими картинками, или вы чего-то не знаете, или тот, кто эту теорию, а теория здесь в данном случае не про науку, совершенно не в курсе. Это груша моего ребенка, ему три годика. Я садился сразу. Как его зовут? Мирослав. А, еще книгу хотел вам свою подарить, потому что я знаю, что вы отвечаете за экологию, и я написал по этому поводу книгу, ведь все просто, экология. Вы знаете, что Билл Гейтс сказал, что людей стало много, и прививками убивают людей. Это бесогон, вот эта история. Я на всякий случай свой телефон здесь написал, если что-то у вас ломается, всегда можете позвонить, починим. И тем, что фоточку, давайте фоточку сделаем. А ведь так просто все взять и просто запретить этот пластик, что ли, я не знаю, действительно горы мусора, что с ними делать с этими горами мусора? Пластик-то не запретить, вопрос в том, что его толком никто не собирает. Это проблема. Ну, не знаю, может быть, чтобы эти люди не платили налоги, там, я не знаю. Я уже предлагал, тем, кто собирает, спасибо, раз, освободить от НДФЛ, крепче жмите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!